Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. Итак, мои хорошие, я продолжаю работу над жакетом Шанель, который будет участвовать в конкурсе у Леночки Орловой на канале Хобби для ленивых. И сегодня у нас окат рукава. Думала показывать, не показывать, и потом решила показать, потому что я знаю, что будут вопросы, я знаю, что много начинающих, и поскольку это моя авторская работа, я решила показать от и до. Вчера мы с вами рассмотрели, как вяжется полустолбик, как вяжется эта филейная сетка с разными цветами нитей. Все это я вам вчера показала и рассказала немножко о рукаве, как я его начинала вязать. Все в прошлом видео найдете. А вообще есть плейлисты по этому жакету, поэтому все видео там собраны. Зайдите на главную страницу канала, наберите, щелкните вкладку плейлисты, и вы там найдете плейлист платье Шанель, и плейлист жакет Шанель. И там все-все-все видео есть. Я уже не буду подробно останавливаться, как я начинала вязать рукав. Найдете. Единственное скажу, что основные прибавки по рукаву я делала в каждом, получается, четвертом ряду. Или через черный ряд. Все прибавки в черных рядах у меня были, но через ряд. Здесь прибавка, здесь нет. Здесь прибавка, здесь нет. И так далее. Вышла я на вот эту вот ширину рукава. И дальше мне нужно вязать окат. Ну, как всегда, пуся в кадр. Сейчас придется ее выставить за дверь, чтобы она нам не мешала. Я вяжу по выкройке от куртки, которую я тоже переделывала. Кстати, у меня будет к вам один вопрос. Нужен совет. Может быть, вы мне подскажете. Ну, а сейчас пока о рукаве. Значит, я вышла на вот эту ширину по выкройке. Единственное, у меня здесь немножечко было больше, но я убрала это. Я вам все покажу на примере, как я это сделала. Вот здесь вот немножко подсобрала. Если у вас хороший глаз, то у меня вот здесь вот было немножко шире. Потому что вот этой длины, которая, вернее, ширины рукава, мне не хватало на мой размер. Поэтому я чуть-чуть, пару сантиметриков добавила. Еще будет, конечно же, обвязка. В общем, я думаю, что все будет хорошо. Но рукав прям вот четко по руке. У него нет вообще никакой свободы облегания. Итак, значит, давайте рассмотрим выкройку. Заодно вам покажу, как еще и пользоваться выкройкой. Если мы внимательно рассмотрим, ну, здесь, видите, двухдетальный рукав. Я, конечно, вяжу в одну деталь. Но не важно. Если мы внимательно рассмотрим рукав, сейчас я положу на белый фон, чтобы вам было совсем все видно, то здесь не просто вот одинаковый окат. Здесь есть спинка, то, что пришивается к области спины. И, конечно же, есть перед. Так вот, по переду немножко глубже вырез. Ну и понятно, у нас же есть выпуклости спереди, поэтому здесь нужно сделать немножко больше. А здесь более пологий. Не пологий, наоборот, более резкий подъем. Это у нас со стороны спины. Так что внимательно рассмотрите вашу выкройку и сделайте вывод. Как же нам это все создать в вязаном полотне? Сейчас я вам покажу, а потом я уже четко крючком начнем вязать. Вот эти все убавки, вы все поймете. Я одной линией создала вот этот вот перед и спинку. Спереди я закрыла сразу четыре, вот здесь вот, видите, четыре клетки филейной сетки, а здесь закрыла две клеточки. То есть у меня вот эта вот часть сразу создала вот эту вот линию. То есть больше нужно закрыть изначально рядочков и потом начинать вязать вверх. А дальше все, он просто симметричный этот окат, но нужно вязать до определенного момента. Я распускала сейчас четыре ряда, потому что я отпарила и увидела, что я уже отхожу от выкройки. Я не знаю, правильно это или неправильно. Я вам рассказываю, как делала я. То есть вяжем, прикладываем, отпариваем и смотрим. Потому что для меня вот эта вот линия, вывязать ее, вы понимаете, что это очень-очень ответственный момент. Если я вывяжу больше, у меня не совпадет с проймой выреза на жакете, и я не смогу, естественно, красиво вшить этот рукав. Так что мне четко нужно вывязать по выкройке. Итак, сейчас покажу начало вязания. И вот на этом этапе, то, что я распустила, здесь немножко будет меняться такт убавок. Здесь мы будем уже убавлять через ряд. Ну, наверное, один ряд будет без убавок, а потом опять пойдут убавки. И когда останется там сколько-то столбиков, они просто закроются и все. Итак, давайте буду показывать. Вот мое начало вязания. Здесь я провязала 4 столбика без накида по вот этим двум клеточкам филейной сетки. Дальше сделала 3 воздушные петли. И уже в следующий столбик сделала столбик с накидом и пошла вязать филейную сетку. Вот с этой стороны мне нужно убрать не 4, вернее, не 2 вот эти вот клеточки, а 4. Сейчас я распущу и покажу. Вот я дошла этим рядом черным до филейной сетки. Сейчас я вот здесь распущу, покажу, как я подсобрала. Вот то, о чем я вам говорила. У меня вот эта длина мне не нужна. Мне нужно ее немножко убрать, чтобы дальше пошло по выкройке. Значит, что я буду делать? Значит, белой ниточкой я под воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Вообще здесь нужно было провязывать по 2 столбика. Но так как мне нужно подсобрать полотно, убрать вот эту длину, я вот одним махом сделала вот так. И у меня сразу уменьшилась вот здесь вот длина. Вот чем хорошо в крючке, что вот такие убавки можно просто сделать на раз-два. Итак, теперь ныряю в эту петлю. И так, раз, два, три, четыре. Так, еще здесь делаем... Вот не вижу, есть воздушка, нету воздушки. Еще столбик с накидом. А вот теперь мы провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Вот. И у нас уже, вот видите, как получается. Вот она наша клеточка, а у нас мы уже клеточку уменьшили. Вот треугольник у нас получился. У нас уже пошло уменьшение. И теперь смотрите, что я делаю дальше. Опять раз, два, три. Сейчас здесь подтянем. Да, господи, где же она эта ниточка, чтобы подтянуть ее. Надо же, и не видно ее. Вот. Сделали 3 воздушные петли подъема. Накид. И вот в следующий столбик. То есть вам нужно понять принцип, что мы сейчас идем на уменьшение. Не на расширение, а на уменьшение. Вот. Видите? Вяжем до конца ряда. Просто столбики с накидом. Между ними воздушная петля. Ну, а пока я буду вязать этот ряд, сразу отвечу на комментарии. Не помню, или сегодня, или вчера поступил. Вы говорили, что будете вязать рукав по кругу без швов. Почему? Изменили решение. И вот вяжете сшивной рукав. Значит, когда я об этом говорила, что буду вязать по кругу и без шва, я предполагала, что у меня будет реглан. Будет реглан. И я тогда не знала еще про то, что у меня в жакете или в жилете будут вот эти лампасы, белые выделенные линии. Я сейчас закончу ряд, я вам покажу. Я, конечно же, об этом не знала. Это все потом пришло, и сразу поменялась выкройка рукава. Почему я сейчас вяжу сшивной рукав? Потому что у меня возникла идея, я не знаю, может быть, я ее применю или не применю, но вот этот шов, во-первых, сделать по лицу и, возможно, его тоже вот как лампас выделить, обвязав белой пряжей. Вот поэтому я приняла решение вязать вот такой вот рукав. У меня изменился окат рукава. То есть был в голове сначала реглан, а потом я решила вязать вот такой вточной классический рукав. Я видела в интернете и, значит, жакета Шанель именно с регланом, и мне тоже понравилась. И вот я была в выборе между вот этими двумя моделями. Ну и еще, почему так все-таки такой рукав со швом? Потому что, во-первых, легче выполнять технику штопка, когда он сшивной. То есть, естественно, я сначала все это запомню, как говорится, проштопаю этот рукав, а потом буду его сшивать. И, естественно, когда он плоский, а не круглый, вот эти вот протяжки делать, естественно, на плоскости легче, чем когда это без шва. И еще, почему я так вяжу? Потому что шов, все-таки это жакет, ну, должна быть более жесткая конструкция, да? И шов придает жесткости этой конструкции. Вот сразу несколько причин, почему я все-таки выбрала вот такой сшивной рукав. Я вообще очень люблю бесшовное вязание, очень люблю. Но здесь, как бы, надо понимать, где оно уместно, а где все-таки выбрать сшивное полотно. Поскольку жакет состоит из множества деталей, вы это видели, то и рукав, наверное, ну, как бы логично выбрать именно сшивной. Вот я, это вам мой ответ. Я думаю, что я на него вам ответила, на этот ваш вопрос. Так, сейчас еще немножко осталось. Видите, как и повязали, и ответила вам на комментарии. Вообще, хочу сказать, что не надо никогда ничего бояться. не боги горшки обжигают. И то, что кажется сложным, если, как говорится, присмотреться, то, в принципе, ничего сложного нет. Не в этом жакете. Да вообще, сложного ничего нет. Так, сейчас еще доходим. Сейчас я вам покажу, как я поднимаюсь еще вот этой черной ниточкой при убавках. Я думаю, что это тоже немаловажный момент. Так, главное не проскочить. Раз, два, вот они эти наши две. Вот смотрите, вот он этот столбик. Видите, мы здесь провязали четыре вот этих столбика без накида по филейке. И теперь уже пошел наш квадратик. Вот наше уменьшение. Вот мы сейчас, не доходя до этого столбика, мы не делаем воздушную петлю. Уже здесь она нам здесь абсолютно не нужна. Воздушная петля, это шла, если прямая филейная сетка. А сейчас мы делаем накид на крючок. И цепляясь за вот этот треугольничек, мы провязываем столбик. Вот, видите, у нас уже вот второй треугольничек появился. Видите? И вот таким вот образом мы будем сужать до момента, когда это нужно делать. То есть прикладываем к выкройке и смотрим, нужно нам сужение или не нужно. Вот я проскочила этот момент, и мне пришлось распустить 4 ряда, чтобы вернуться и это дело поправить. Ну, ничего страшного. Здесь как бы небольшое полотно. Я думаю, что ничего мы не теряем. Итак, вот как раз интересный момент перехода от цвета к цвету по филейной сетке при сужении. Вот он наш треугольничек здесь. И нам нужно попасть вот в эту точку. Смотрите, как я это делаю. Еще раз внимательно. Ныряю в треугольник, захватываю нить, не провязываю. Теперь ныряю вот в эту филейную сетку. У меня как бы получилось, видите, две петли на крючке. И теперь провязываю столбик без накида. Давайте еще раз. Очень интересный переход. То есть подняли, теперь в эту нырнули, вытащили и провязали. И это будет у нас считаться петлей. Теперь раз, два. То есть мы три петли делаем, когда мы делаем сужение. Но мы уже столбик провязали, он считается как петля. Значит, осталось делать две воздушки. И дальше опять мы вяжем до конца ряда просто филейной сеткой. Сейчас выключусь, когда подойду к концу, еще разочек вам покажу. Закрепим этот материал. Ну и потом перейдем на второй рукав. Я покажу, как там опять мы уже идем без убавлений. Итак, смотрите. Вот я дохожу уже до нашей петельки, где нужно будет сменить нить в конце ряда, получается. И внимательно рассматриваю. Вот он наш треугольничек. Вот он, видите? Вот нам осталось провязать еще один столбик и сделать сужение. Все, мы сюда уже не делаем столбик, только подхватываем нашу белую вот эту ниточку, делаем три воздушные петли. Когда мы филейку вязали, мы соединялись двумя воздушными петлями. Но здесь у нас треугольничек. Получается это, что у нас? Гипотенуза, да? В треугольнике. Значит, она длинная. Значит, три воздушные петли, чтобы нам не тянуло. И вот соединились. Эту ниточку подтянули. Вот он, наш следующий треугольничек. Видите? Все. Здесь делаем опять три воздушные петли. Нет, четыре. А три филейная сетка у нас сужается. У нас здесь нет в этом месте филейной сетки. И провязываем столбик с накидом не сюда, а в следующий. Вот у нас опять получился треугольник. Вот, видите? Думаю, все я понятно вам объяснила. Непонятно. Смотрите видео еще раз. Будьте внимательны. Но я думаю, что все разжевало. Вам только осталось связать. Так, по поводу убавок я рассказала. Теперь смотрим вот эту выкройку. Сейчас я приложу. Покажу. Почему я распустила четыре ряда? Потому что я проскочила момент. То есть делала вот эти убавки, про которые я вам рассказала в каждом ряду. И проскочила момент на выкройке. Смотрите. Здесь вот, видите, более прямо идет. Здесь не нужно делать убавку. Не нужно. Нам нужно хотя бы два ряда, наверное, два. Один или два. Провязать без убавок. То есть прямо. А поэтому мы поднимаемся как обычно, как мы с вами вязали филейную сетку. Вот. Раз. Два. Три. Четыре воздушные петли. Нам здесь убавка не нужна. И вот в этот столбик, а не в следующий, мы провязываем филейную сетку. То есть мы немножечко провяжем сейчас прямо. Вот видите. Приложите к своей выкройке и посмотрите, сколько вам здесь рядочков нужно будет провязать. Один или два. То есть пару рядов мы вяжем без убавок. А дальше все повторяем, как мы делали вот здесь вот. Прикладывая к выкройке, пока не останется у нас здесь, ну смотрите, вот такое количество столбиков. Вот здесь уже видно даже на выкройке, она просто прямая. Мы их просто не провязываем. Дальше я все это дело обвяжу и покажу вам, что у меня получилось. Итак, друзья, давайте покажу, что у меня уже получилось. Я вот сейчас приложила выкройку, сейчас мы положим и с другой стороны. Но, по-моему, получилось очень хорошо. Я бы сказала, идеально. Значит, сейчас я приложу с этой стороны и расскажу, что я буду делать дальше. То есть смотрим, где у нас, да, вот здесь вот больше петель закрыта. Это у нас, получается, будет спереди. Это спинка. Ниточек мне хватает. У меня остался еще вот моточек от этого рукава и он пойдет в следующий рукав, потому что там практически ничего не осталось. Как раз мне хватит довязать. Ну, есть, конечно, отклонения, но не забываем, что это все-таки вязание и вот эти там миллиметрики, они никакой роли играть не будут. В общем, я думаю, что я донесла до вас мысль вот здесь. Здесь я уже просто вязала, прикладывая вот этот вот окат головку, рукава. Где-то сокращала с одной стороны, с другой не сокращала, потому что все-таки здесь окат для переда и для спинки он немножечко другой. Чисто прикладывала к выкройке и смотрела. Если сделали что-то неправильно, распустили, ага, значит, надо убавить или прибавить. И вот таким вот методом тыка научного, как я говорю, мы вяжем. Все, рукав связан. Сейчас покажу, как он у меня выглядит. Вот такой вот он длинный, но не забываем, что здесь же будет вот такой манжет. вот. Сейчас я эту ниточку отрежу белую, а от моточка да, нет, наверное, все-таки сейчас довяжу второй рукав, чтобы мне четко хватило ниток. Но мне даже кажется, что мне и на обвязку хватит этого моточка. В общем, если ниточки у вас не так, как у меня под завязку, то вот отсюда мы просто начнем вот это вот все по периметру обвязывать столбиками без накида. Значит, под каждую ячейку по два столбика. Значит, рукав я вязала крючком 3,25, а вот обвязку я уже буду делать 2,75. Это обязательно условие поменять крючок. Если вязали троечкой, значит, возьмите там два с половиной или те же 2,75 для обвязки. То есть, крючок меняем на меньший, чтобы обвязать по периметру наш рукав. Ну, а дальше все понятно. Дальше просто заполняем штопкой и сшиваем по... делаем боковой шов и втачиваем, вшиваем рукав в нашу пройму жилета и получаем жакет. Еще забыла вам сказать кое-что по поводу вот здесь. Значит, здесь я рассказывала, как я вязала, потом через ряд делала прибавки, но делала прибавки я где-то вот до этого момента. То есть, как только я вышла на вот эту вот ширину, мне же нужна вот эта ширина и четко в нее нужно попасть. Дальше я вязала просто прямо. Вот даже это просто прямо, вот видно, что здесь дальше пошло без прибавок по... с одной и с другой стороны. То есть, прибавки делала до того момента, пока не вышла на вот эту ширину вверху рукава. Вот так вот получилось. Друзья, у меня же к вам вопрос. Посмотрите, у меня осталось от этого же рукава, то есть, здесь был пришит вот такой меховой манжет в курточке и мне жалко это выбросить. Посоветуйте, что можно из этого манжета сделать? Ну, не выбрасывать же такую красоту. у меня была мысль сделать может быть меховую сумку, что ли. Это же натуральная кожа. Вот это вот все отпороть. Вот это лишнее, да? И там вот у нас просто замша получается. Это мех ламы. Вот. Ну, что еще можно сделать? Шапка отпадает. Мне такие шапки не идут. Вот такие вот лохматые. не знаю, может быть воротник. Ой. В общем, жду ваши комментарии, потому что ну, очень нужен совет. Что вы посоветуете сделать из этого меха? Итак, давайте покажу вам, что у меня получилось и сразу расскажу о некоторых хитростях. Вот такой рукавчик. Конечно же, все не влезет в кадр, но здесь явно выражен манжет, который будет вот так вот потом заворачиваться. и когда я до обвязки стала мерить вот эту пройму, она оказалась значительно большой. Но не перевязывать же, хотя по выкройке все просто идеально легло. Сейчас вам покажу выкройку. По выкройке просто все идеально. Это идеально сейчас. Когда я отпарила и до обвязки, вот это было немножко, даже не немножко, но на сантиметра два больше. А мне нужно четкое расстояние, которое будет равно пройме на моем жакете. Что я сделала? обвязала я вот этот вот край оката, то есть там, где у нас окат, крючком 2,75. 2,75. А вот дальше пошла крючком троечка, то есть там, где у нас шов. И вот эта обвязка столбиками без накида в каждую по две петли, то есть по два столбика, крючком меньше, немножко подсобрала вот здесь полотно. Сейчас это не видно, потому что это все разглажено. Но я к чему все это вам говорю? Если вам нужно как-то подкорректировать размер и попасть вот сюда, то здесь мы можем поиграть с крючком. Можно взять даже крючок 2,5 или 2,25. и тогда еще больше вот здесь подсоберется полотно. Я знаю, что швеи намеренно здесь подсобирают рукав, чтобы он имел вот такую выпуклую форму. Поэтому если даже что-то где-то не сойдется, вот здесь можно на головке рукава немножко подсобрать полотно и посадить уже в пройму вашего изделия. Так что не расстраивайтесь, если у вас здесь будет какое-то расхождение в 2 сантиметра. Сейчас у меня все идеально. Вот все идеально. Я что сделала? Я вот здесь нашла центр головки, приложила это к плечевому шву и начала вот так вот прокладывать и смотреть попала ли я в размер. Это обязательно нужно сделать заранее, чтобы вы были уже уверены до того, как вы начнете всю эту технику штопка делать, то есть прошивать изделие. Вот у меня боковой шов. И вот смотрите, я четко попадаю вот он у меня и вот он боковой шов. четко промерите также и вторую сторону. Я уже не буду вам в кадре показывать, но я также и вторую сторону промерила. И у меня вот эта часть опять же совпала с боковым швом. Так что все идеально получилось. Дальше я буду простегивать, прошивать, делать вот эту технику штопка, а потом буду вшивать рукав. Ну а потом вам продемонстрирую уже окончательный результат, что же у меня получилось в итоге. Ну вот мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, оно было очень информативным. Я досконально все вам показала. Я думаю, что у вас теперь все должно получиться и все на конкурс с клиночки Орловой. Ну а на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.